Приветствую вас, братья и сестры. Мы продолжаем свое умное пребывание в пещерах Киевской Лавры. И подойдем сегодня с вами к гробу преподобного Исаакия Печерского Затворника. Этот человек был в мирской жизни купцом. Интересное явление, интересный факт, поскольку купечество, вот эта купля-продажа, погружение в дела и заботы – это занятие настолько увлекающее и держащее человека за сердце, за сердце держащее, что мало из людей, погруженных в торговлю, в прибыль, в бизнес, по-сегодняшнему говоря, способны к обращению к Богу, такому радикальному, что это привело бы их к монашеству. Есть, впрочем, несколько людей, которые подобны Исаакию, ближайшие к нам из них – это святой Серафим Вырицкий, который был в XIX веке и в XX до революции одним из известнейших промышленников по части меха. Торговал со всем миром, был богатейшим человеком, но по достижении возраста зрелого ушел в монастырь, хотя стремился к этому давно, но имел благословение заниматься делами в миру, жить семейно, творить милостыню, молиться Богу и лишь потом уйти в монашество. Его, кстати, Серафим Вырицкого считает покровителем всех, занимающих бизнесом честно. То есть всех тех, кто желал бы исправить ситуацию, при которой бизнес, говорим бизнес, подразумеваем обман и несправедливость. Был также еще такой святой мученик Иоанн Новый Сачавский, который тоже был купцом, был забит палками до смерти за Христа. Он тоже считается покровителем людей, занимающихся торговлей. То есть есть святые, которые при жизни торговали, но при этом не воровали. Таким был, наверное, и святой Исаакий, который, почувствовав сильнейшее влечение к другому образу жизни, к нечто более глубокому, святому и вечному, ушел в монастырь Печерский. Жил он в городе Торопец. Я сейчас не скажу, правда, где этот город находился раньше, то есть где он топографически был расположен, но сохранило житие название этого города. Город Торопец, и он пришел туда, в Лавру, уже тоже зрелым довольно человеком. Поселившись в Лавре, Исаакий избрал для себя образ жизни совершенно такой, значит, несносный по мирскому понятию. То есть это монастырь, в монастыре это пещера. Мало того, что все жили под землей в пещерах, но они жили в неких кельях таких подземных. Но были также затворники, вмещавшиеся, как бы пролазившие, узко-узко, тесно-тесно, совершенно маленькие клетушки подземные, где ни лечь, ни сесть нормально, удобно, ни ноги вытянуть, ни развернуться, и где проводили очень долгие годы, принимая ничтожную часть хлеба в течение недели и маленькую чашу воды время от времени. Это невообразимый образ жизни. Мы сегодня этого не повторить, не понять, даже до конца не можем. Исаакий находился в этом состоянии подвижническом довольно долгое время, пока не был обольщен. Впервые в русской аскетической письменности мы встречаем понятие прелести бесовской. Оказывается, дьявол не просто смотрит на человека, желающего Богу угодить, он противодействует человеку. И человек, желающий приблизиться к Богу, он находит для себя препятствия не только в своей лени, в своей немощи, в глупости, в невежестве своем, в еще каких-то вещах, в социальном устройстве мира, не располагающем к подвижничеству. Находит главным врагом для себя, в конце концов, того бывшего ангела, который отпал от славы Божией и, возгородившись, теперь воюет с людьми, не имея возможности с Богом воевать, воюет с теми, кто носит в себе образ Божий. Лукавый обольщает человека. Не являясь ему лицом к лицу в безобразном обличии, дьявол прельщает человека и обманывает его. Бесовский обман, бесовское прельщение на языке аскетики называется прелестью. Если на языке поэзии XIX-XVIII века слово «прелесть» означает высшую степень красоты, то на языке аскетизма прелесть означает обман, подмену, такое состояние, при котором самое страшное зло предстоит в самой сладкой личине. Эта прелесть в жизни Исаакия проявилась следующим образом. Ему явились якобы ангелы, светлые существа, которые приветствовали его, называя его великим молитвенником и подвижником. При этом сказали ему, чтобы он готовился Христа встречать, ибо Христос сам желает прийти к нему в пещеру и посетить своего угодника. Действительно, некто такой светлый и великий явился там перед Исаакием, такое существо, облеченное светом, и закричали эти сопутствовавшие ему светлые существа «поклонись ему Исааки». Исаакий, подмеченный, не осенивший себя крестным знаменем, не помолившись перед этим, доверившись этому призыву, поклонился этому пришедшему существу, после чего существа эти изменили свой светлый образ, образ мерзкий и несносный, явились как бесы, закричали «Исаакий наш, он поклонился нам» и стали плясать с ним в этом узком пространстве кельи. Это было нечто такое, какое-то «таинство» такое, в кавычках такое, со знаком минус происходило. Они начали свистеть какие-то дудки, свирели, бить в бубны и совершить какую-то бесовскую пляску. Издалека подозреваю, что многие пляски современные похожи на беснование. Вот это беснование, когда совершалось, они заплясали Исаакия до полусмерти, или почти до смерти. Он потерял сознание и лежал недвижим из-за бесовского танца. И обнаружили монахи, что он не отвечает на их голос, что он не берет ни просфору, ни воду. И раскопали эту келью, думая, что он умер, нашли его бездыханным. Поняли, что это дело дьявольское. Исаакий потерял возможность не только сидеть или стоять, есть с ложки или вести себя как здравый человек. Он даже разговаривать перестал. Он впал в полное беспамяство, в котором находился несколько долгих лет, как бревно жил. Его переворачивали сбоку на бок, растирали, молились за него. Сам Феодосий, игумен монастыря, ухаживал за ним, как нежная мать. И благодаря тому, что в те годы в монастыре жили великие отцы, это были не простые люди, это были такие алмазы, крепость духовная была, их подобно алмазу. Они вымолили Исаакия у Бога, и Исаакий вернулся к здравому образу жизни. Ему, однако, пришлось, знаете ли, тяжелые удары, тяжело залечиваются. И из какой-нибудь такой молотилки духовной можно выйти живым, однако изрядно пострадавшим. Исаакий вышел изрядно пострадавшим. Он учился заново ходить, разговаривать, и был как младенец еще некоторое время. А потом, так сильно смирившись, он приобрел сильное оружие, поскольку, знаете, смирение, то есть глубокое ощущение своей немощи, это великая броня, если при этом она не перетекает в уныние. Исаакий понял свою немощь, исправился, как бы, значит, всякое доверие к этому миру невидимому потерял, стал осторожен, стал опять молиться, опять вернулся к подвигам своим, и впоследствии даже смог и бесам мстить. Он заставил их работать. Они являлись ему с великим шумом и усмирялись со знаменем креста. Он заставил носить их бревна во время рабочих, различных таких занятий в монастыре. И вообще они трепетали теперь его. Теперь они его боялись, а он знал об их коварстве. Исаакий вел жизнь, кстати говоря, юродивого человека. Мы опять-таки впервые встречаемся в житиях святых на Руси с понятием юродивого, когда ради большей славы, ради большего подвига, этот человек ведет себя как безумный, с тем, чтобы отсечь от себя всякую похвалу человеческую. Заканчивая сегодняшнюю беседу, скажем о том, что братья и сестры, лукавый не исчез, и всякий, желающий жить благочестиво о Христе Иисусе, будет гоним, как говорит апостол Павел, гоним через людей, гоним внутренними страстями мучим, пока они не истребятся благодатью Божию. Будет страдать человек в мире, скорбный будете. И лукавый никуда не исчез, наоборот, накапливает опыт и материальную силу для того, чтобы искуснее и тоньше, изощреннее и незаметнее гнать рабов Божиих. Имейте это в виду, потому что борьба наша не против плоти и крови, но против властей, начал мира правителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Это тема нашей сегодняшней беседы, и желаю вам, чтобы молитвами Исаакия Печерского мы с вами не были в прелести, не приняли ложь за правду, не поклонились обманчивому свету, чтобы были ограждены силой креста, молитвами Богоматери всех святых, и шли в Царство Божие прямо, по возможности не падая. До скорой встречи, доброй ночи, надеюсь, что еще встретимся и поговорим на подобные предметы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова